господа и дамы всем привет александр родионов компания гранд капитал начинаем обзор валютного рынка форекс на понедельник итак начинаем с пара евро доллара видим что в этом инструменте у нас сохраняется среднесрочная нисходящая тенденция несмотря на то что на прошлой неделе игроки достигли вторую целевую зону 1.1980 1.1962 и пока она еще не является пробитой сегодня и на эту неделю предлагаю искать короткие позиции из области сопротивления 1.2061 1.2052 цель обновить минимум прошлой недели и грани от границы тренда 1.2127 1.2111 краткосрочный тренд в паре евро доллар также нисходящие видим что на прошлой неделе цена скорректировалась в область ключевого сопротивления тренда 1.2039 1.2031 и на сегодня следует искать паттерн на продажу евро с целью обновить минимум пятницы и еще раз протестировать золотую зону 1.1948 1.1940 на графике я изобразил лишь один из многих возможных вариантов формирования паттерна например другой вариант это ложный пробой возврат формирования модели вход на коррекции и фиксация на минимуме альтернативный сценарий для этого нам нужно пробивать промежуточную зону и закрепляться на американской сессии выше в таком случае мишенью по покупкам выступит верхняя целевая зона 1.2127 1.2111 британский фунт на крупном таймфрейме вновь тестирует область сопротивления 1.3750 1.3700 ровно и пока эта область удерживается предлагаю продолжать поиск продаж с промежуточными целями по фиксации первое на минимуме прошлой неделе второе в области ключевой поддержки тренда 1.3325 1.3282 альтернативный сценарий на покупку это пробитие 1.3750 и закрепление выше далее через ретест из области покупка смешению 1.40 краткосрочный тренд восходящий здесь мы априори ищем buy но для этого нам нужно либо удерживать покупки в безубытке от пробитой дополнительной зоны а после выноса по безубытку снова искать длинные позиции из области выгодных цен 1.3632 1.3621 с частичной фиксацией на максимуме сегодняшнего дня доллар йена по доллар йене игроки пытаются сменить среднесрочный тренд на восходящий для этого требуется пробой отметки 105.43 и закрепление выше в этом случае будем рассматривать buy на ближайший месяц с целями 108.17.107.89 ну а если область сопротивления удержат то можно рассмотреть продажу с целью 104.38 и вторая цель стучит 103.41 краткосрочный тренд в паре доллар йена остается восходящий на данный момент игроки пытаются пробить целевую зону 105.60-105.49 в случае успешного закрепления выше этой области можно рассмотреть краткосрочный buy с целью на золотой зоне 106.11.106.05 ну а так как сопротивление пока не пробито можно рассмотреть и продажи в коррекцию смешению на сегодняшнем минимуме плюс промежуточная зона 105.19.105.14 доллар канализ анализ крупных таймфреймов показывает нам что игроки пока тестируют уровень поддержки 1.27.82 1.27.65 но пробить его пока не могут собственно и паттерна на покупку нет поэтому мы также продолжаем ожидать модель q для открытия длинной позиции с целью обновить максимум января плюс протестировать вторую целевую зону 1.29.65 1.29.46 2 областью для поиска покупок выступает ключевая поддержка среднесрочного восходящего тренда 1.27 ровно 1.26.82 для работы в рамках внутри дня в рамках краткосрочной тенденции мы можем позволить себе рассмотреть продажу первое из области 1.27.90 с целью на нижней целевой зоне 1.27 ровно и второе 1.28.51 то есть вот у нас получается вот такой диапазон и нам из него нужно найти какую-то продажу для этого нужно подождать коррекцию в эту область далее подождать формирование паттерна и после формирования паттерна продать инструмент частично зафиксировав селл на минимуме сегодняшнего дня а также на минимуме 31 января австралиец по австрал сохраняется среднесрочная нисходящая тенденция на данный момент мы зашли в области выгодных цен на продажу 077 39 076 42 ищем паттерн отсюда с целью на минимуме прошлой неделе плюс 2 целевая зона 074 98 074 82 границ тренда проходит по отметке 077 39 краткосрочный тренд в этом инструменте противоречит среднесрочному нисходящему приоритету и мы видим здесь пробой промежуточные зоны на прошлой неделе в пятницу цена закрылась выше уровня 076 51 что открывает потенциально возможную цель в области верхней целевой зоны 077 39 077 23 предлагаю для работы в краткосрок поискать покупки отсюда и поискать покупки отсюда 076 01 075 93 по целям первая цель это конечно же максимум сегодняшнего дня вторая цель верхняя целевая зона обзор по золоту смотрите в статье которую я написал для сайта grand capital там подробно разбирается краткосрочная торговая ситуация для того чтобы прочитать статью вам нужно перейти в раздел аналитика на сайте далее щелкнуть подраздел аналитика и здесь найти мою статью которая будет содержать слова анализ по маржинальным зонам ищите золото читайте и успешных торгов всем пока